Сегодня мы разберем, что такое криптовалюта. Что такое криптовалюта? Новый мир криптовалют родился в мире компьютерных наук, с алгоритмами и структурами данных, достаточно сложными, чтобы сбить с толку всех, кроме самых продвинутых разработчиков программного обеспечения. Но сегодня криптовалюты доступны каждому. Что такое криптовалюта? Криптовалюта – это цифровая валюта, использующая технологии блокчейн и криптографию для записи и защиты каждой транзакции. Отличительной чертой криптовалют является децентрализация, то есть они, как правило, не выпускаются никаким центральным органам, что делает их теоретически невосприимчивыми к вмешательству или манипуляциям со стороны правительства. Большинство криптовалют представляют собой децентрализованные сети, основанные на технологии блокчейн, распределенный реестр, управляемые разрозненной сетью компьютеров. Как работает криптовалюта? Криптовалюта может использоваться в качестве инвестиций и в качестве цифровой формы наличных денег для оплаты повседневных товаров, а также крупных покупок, таких как автомобили и дома. Привлекательность криптовалют заключается в том, что все записывается в общедоступный реестр и защищено с помощью криптографии, что делает неопровержимую, временную и безопасную запись каждой транзакции. Технология блокчейн. Знакомство с криптовалютой всегда включает слово блокчейн. Налогия блокчейн — это децентрализованный распределенный реестр, в котором хранятся записи о владении цифровыми активами. Любые данные, хранящиеся в блокчейне, невозможно изменить, что делает эту технологию признанным прорывом для таких отраслей, как платежи, кибербезопасность, здравоохранение, логистика и многих других. Современные криптовалюты основаны на блокчейн, потому что архитектура блокчейн предлагает уникальные технические преимущества. Каждая цифровая валюта, торгуемая в настоящее время, представляет собой криптовалюту блокчейна. На самом базовом уровне блокчейн — это просто цепочка блоков, но не в традиционном смысле этих слов. Когда мы используем слова «блок» и «цепочка» в этом контексте, мы фактически говорим о цифровой информации блоки, хранящейся в общедоступной базе данных — цепочки. Что такое криптография? Какова ее роль в блокчейне? Блокчейн использует криптографию для защиты личности пользователей и обеспечения безопасного выполнения транзакций с помощью хэш-функции. Криптография использует открытые и закрытые ключи для шифрования и расшифровки данных. В сети блокчейн открытый ключ может быть передан всем пользователям криптовалют, но закрытый ключ, так же как и пароль, хранится в секрете от пользователей. Типы криптовалют. Биткоин — самая популярная и ценная криптовалюта. Анонимный человек по имени Сатоши Накамото изобрел его и представил миру в официальном документе в 2008 году. После успеха биткоина было запущено множество других криптовалют, известных как альткоины, от английского «альтернативы» и «коин». Некоторые из них являются клонами или форками биткоина, в то время как другие представляют собой новые валюты, созданные с нуля. Преимущества криптовалют. Криптовалюты представляют собой новую децентрализованную парадигму денег. В этой системе нет необходимости в централизованных посредниках, таких как банки и финансовые институты, для обеспечения доверия и контроля за транзакциями между двумя сторонами. Переводы криптовалюты между двумя транзакционными сторонами выполняются быстрее по сравнению со стандартными денежными переводами, так как не используют сторонних посредников. Криптовалюту может добывать любой желающий, используя компьютер с подключением к интернету. Недостатки криптовалют. Майнинг криптовалют требует значительной энергии, иногда столько энергии, сколько потребляют целые страны. Криптовалюты, торгуемые на публичных рынках, страдают от волатильности цен. Хотя криптовалютные блокчейны очень безопасны, однако кошельки и аккаунты на бирже могут быть взломаны. Являются ли криптовалюты ценными бумагами? СЕК заявила, что биткоин и эфириум, две крупнейшие криптовалюты по рыночной капитализации, не являются ценными бумагами. Она не прокомментировала статус других криптовалют. КАПИТАЛИЗАЦИЯ КРИПТОВАЛЮТНОГО РЫНКА Общая рыночная капитализация крипторынка по состоянию на 5 сентября 2022 года составила около 1 трлн долларов США. Доля биткоина 37,5% от капитализации всего крипторынка, что составляет около 380 млрд долларов США. САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КРИПТОВАЛЮТЫ Биткоин на сегодняшний день является самой популярной криптовалютой, за которой следуют другие криптовалюты, такие как эфириум, бинанскоин, кардана, рипл, солана и полкодот. САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ КРИПТОВАЛЮТНЫЕ БИРЖИ Биржа Binance на сегодняшний день является самой популярной криптовалютной биржей. Объем дневной торговли биржи Binance составляет десятки миллиардов долларов США. После биржи Binance большим отставанием следует множество других криптобирж. На биржу Binance можно пройти по ссылке в описании к данному видео. Как купить криптовалюту? Любой инвестор может приобрести различную криптовалюту на популярных криптобиржах, таких как Binance, FTX, Bitfinex и прочих. Другой способ инвестировать в криптовалюты – это производные финансовые инструменты, такие как Bitcoin Trust и Bitcoin ETF. Будущие криптовалют Криптовалюты становятся популярной альтернативой монополии банковской системы на финансовые рынки и инвестиции. Это привлекает в мировую экономику миллионы людей и миллиарды долларов США. Правительства, банки, инвестиционные дома сейчас экспериментируют с реакцией на рост популярности криптовалют. Одни видят в криптографии угрозу, а другие видят в ней технологию, которая может сосуществовать с традиционными финансовыми инструментами. Некоторые страны поощряют использование криптовалюты, в то время как другие препятствуют этому. Правила часто меняются. Как инвестор, вы должны учитывать такие изменения в своих расчетах. Отведем итог. Децентрализованная структура криптовалют позволяет им существовать вне контроля правительств и центральных властей. К недостаткам криптовалют относится высокое потребление энергии для майнинга и высокая волатильность их цен. К преимуществам криптовалют относятся более дешевые и быстрые денежные переводы по всему миру и децентрализованные системы, которые не рушатся в единой точке отказа. Спасибо за просмотр. Ставим лайк. Подписываемся.